В Республике Ангола на полную мощность развернуло свою деятельность совместное геологическое предприятие Киманг, созданное Алросой и Эндиамой, национальная алмазодобывающая компания Анголы. Возглавляют структуру русские геологи с большим опытом работы на африканском континенте. Методическую помощь предприятию оказывают ведущие специалисты Алроса. Благодаря налаженной работе с правительством этой африканской республики, СП Киманг получила для исследования перспективные лицензионные участки и в настоящее время проводит их изучение. Ангола достаточно молодая в этом плане страна, поэтому трубки здесь еще, назовем их так, свежие. Они не очень глубокие, но самое главное не в этом. Здесь нет морозов и здесь очень много воды. Это очень сильно упрощает процесс обогащения. На полученных территориях выполнена аэрогеофизическая съемка и в настоящее время завершается бурение перспективных аномалий на северо-востоке страны. В этом году на геологоразведку в Анголе выделено более 100 миллионов рублей и важно отметить, что эти деньги вернутся. Они выделены в качестве займа и совместное предприятие выплатит его, когда начнет получать прибыль. А прибыли могут быть огромны. Вот для примера. Среднестатическое оливиальное предприятие работает примерно от 0,2 карата на куб стоимостью от 170 до 300 долларов за карат. Но при этом известное всем, например, предприятие Читатола и месторождение оливиальное в Малуде был период в несколько месяцев, когда добывали с содержанием до нескольких карат на куб и со стоимостью до 700 долларов за карат. Есть интересное предприятие Луа, которое добывает всего лишь несколько тысяч карат в год, но с ценой там тоже несколько тысяч долларов за карат. Это так называемые розовые алмазы. Если брать коренные, то, пожалуй, в пример можно привести только Катоку, как предприятие, которое достаточно успешное. Вот они работают на 110, 115 до 120 долларов за карат. Работу в Анголе контролирует главный геолог Алроса. На наш вопрос, не собираются ли алмазные геологи свернуть работы в Якутии ради Африки? Константин Гаранин ответил однозначно. Территория опоискована только на 50 процентов, поэтому все наши районы традиционные, это Ямало-Бутобинский, Далды-Налакитский, Средний Мархинский, они требуют, и Верхнемунский требует своего развития в части проведения геолого-разведочных работ. Плюс к этому у нас большой достаточно район Игатинский, он новый для нас, и последнее высоколмазоносное тело, к сожалению, небольшого размера, трубка Сельдюкарская, как раз была обнаружена в пределах этого района. Ну и плюс к этому, в последние годы мы много работаем с академическими институтами, с нашими партнерами, и, конечно, у нас вызывают интересы периферийной части якутско-олмазоносной провинции, это приграничные регионы с Иркутской области, это и Красноярский край, это и север Якутии. По сути дела, поисковый задел, он будет реализовываться, наверное, еще несколько десятилетий. Что касается Африки, то в случае обнаружения коренных месторождений алмазов, геологическое предприятие Кеманга будет преобразовано в горнодобывающее, с равными долями участия правительства Анголы и Алроса. А это значит, что сторонних владельцев у новых месторождений не будет. Роман Муконин, Олег Гороханов, телеканал Алмазный край.